Варьирование тембра с помощью эквалайзера позволяет создавать интересные эффекты. Первый эффект, который я хочу отметить – фильтрация. Фильтры стали появляться в новых моделях микшеров несколько лет назад. Они предлагают прекрасный способ манипуляции тембром треков при создании миксов. Кроме того, фильтр позволяет создавать замечательный эффект, который всегда вызывает ответную реакцию публики. Не будем много говорить, давайте послушаем, что это такое. Существуют фильтры двух типов – для пропускания низких частот и пропускания верхних частот. Фильтр на этом микшере представлен вот таким регулятором с надписью Frequency – частота. Включаем фильтр. Сначала повернем регулятор против часовой стрелки. Так мы задействуем фильтр пропускания низких частот. Медленно поворачиваем до упора. Я отсек всю середину и весь верх. Остались лишние зы. Поворачиваю обратно. В определенной точке при смене частот мы слышим стук. Мы просто изменяем частоты. По мере приближения к центру восстанавливается весь частотный спектр. Теперь поворачиваем в другую сторону. Задействуем фильтр пропускания верхних частот. При этом происходит прямо противоположное тому, что мы наблюдали ранее. Вот снова появляется стук – эффект смены частот. До упора вправо. То же самое – высокие частоты синтезатора и тарелки. Фильтр можно использовать в качестве вот такого эффекта. И он довольно интересный. Это фильтрация. Очень интересный эффект, который я хочу продемонстрировать сейчас, называется эхо. У него имеется много способов применения, но мы воспользуемся самым простым, чтобы понять, что это такое. Вообще, эхо – это эхо. Я включаю музыку и селектором эффектов выбираю эхо. Затем можно выбрать, на какой канал оно должно распространяться. В данном случае устанавливаем вариант «Мастер», общий. Но можно выбрать канал 2. Оставляю канал 2. Здесь регулируется уровень, то есть громкость эффекта. А это кнопка включения. Давайте включим эффект при полной громкости. Я уменьшаю громкость эффекта. Он все еще присутствует, но очень слаб. Есть несколько интересных способов его использования. Я уберу громкость эффекта, а затем установлю регулятор посередине и одновременно уберу фейдером громкость канала. Эхо продолжается. Я делаю это, отсчитывая ритм. Раз, два, три, четыре. Выполняя эффект, я продолжаю отсчет про себя. Я слушаю эхо и считаю. А когда подходит нужный момент, включаю громкость. Это простой вариант «Одна первая». Если взглянуть на дисплей, мы увидим, что индикатор показывает 127 ударов в минуту. А здесь показана «Одна первая». Так что это эхо «Одна первая». Так что это эхо. Так что это эхо.